Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 121. Третий псалом из серии «Песен восхождения». Изучаются, рассматриваются нами псалмы в Московском Сретенском монастыре. А данная лекция, как и другие, записываются порталом экзегет.ру. 121-й псалом в древнееврейском тексте надписан именем Давида. В нем есть несколько архаичных древнееврейских фигур речи, которые позволяют утверждать, что он как минимум древнее, чем два предыдущих псалма. Он стоит третьим в силу литургических особенностей. Если два предыдущих псалма исполнялись по пути в священный город, то третий у входа в Иерусалим. Иерусалим для паломников – это не обычный город, а центр веры и деловой жизни. В данном маленьком псалме слово «Иерусалим» является связующим для ступенчатой структуры псалма. Им завершается второй стих, открывается третий стих. В четвертом стихе связь с Иерусалимом устанавливается через указательное местоимение «куда». В седьмом стихе в параллель с словом «Иерусалим» стоят слова «стены» и «чертоги». Связи между частями предложения могут устанавливаться в данном псалме не только посредством слова «Иерусалим». Так, в четвертом стихе дважды повторяется слово «колено», в пятом – «престолы». Стихи шестой и седьмой связаны между собой словами «мир» и «благоденствие». В восьмом и девятых стихах повторяется слово «раде». Такова особенность данного поэтического гимна. В этом радостном гимне паломника звучит песня «благодарение Богу» за возможность побывать в городе Бога на одном из главных ежегодных храмовых праздников. Псалом начинается с прихода в храм, затем следует поэтическое описание самого Иерусалима. Иерусалим здесь представлен как идеально правильный по своей структуре город, куда израильские племена совершали ежегодное паломничество. Иерусалим был политической столицей Иудеи, ибо там располагалась центральная судебная администрация. Псалом заканчивается молитвой о мире и процветании города. Псалмы, в которых воспевается особое величие Иерусалимского храма, также известны под названием «Песни Сиона». Рассмотрим детальнее содержание данного псалма. Первые два стиха. Псалом начинается с всплеска радости псалмопевца, когда его пригласили присоединиться к паломникам, идущим в дом Господень. Слова «пойдем в дом Господень» типичны для подобных приглашений присоединиться к паломничеству. Во втором стихе псалмопевец обращается непосредственно к Иерусалиму. Значит, между первым и вторым стихом совершалось путешествие, о котором он говорит ни слова. Псалмопевец вместе с группой паломников прибыл в город, и теперь он восклицает «Наконец-то ноги наши стоят во дворах твоих Иерусалим». В третьем-четвертом стихах псалмопевец восхваляет Иерусалим. Следует отметить, что в третьем-пятом стихах Иерусалим употребляется в третьем лице, а в седьмом-девятом стихах он упоминается во втором лице. Иерусалим здесь выглядит как уже построенный город. Автор псалма ничего не говорит о процессе его восстановления и о тех трудностях, которые были с этим связаны. Отсюда мы можем предположить, что речь идет о допленном Иерусалиме, о том, который построен раз и навсегда, и в представлении древних евреев он должен был стоять вечно и непоколебимо, твердо. «Слитый во одно» подчеркивает компактное единство зданий, прижатых друг к другу внутри городских стен. Связанность построек друг с другом вызывает удивление у человека, который, видимо, пришел в город из сельской местности. Поскольку в четвертом стихе речь идет о потоках людей, восходящих в Святой Град, возникали гипотезы, что слова «слитый во одно» относятся к единству людей, собранных вместе для поклонения Господу. В таком случае Иерусалим воспринимается как город, построенный так, чтобы в нем могла собраться вся община воедина. Слово «колено» обозначает кланы, фамилии или иные структурные единицы внутри двенадцати израильских племен, которые воспринимаются здесь как единая семья. Иерусалим был видимым символом единства народа, туда собирались племена всех потомков праца Иакова. Они жили в отдельных частях страны, у них были свои традиции, нередко между ними были конфликты. Например, после смерти Соломона единое царство распалось на две группы – на северное и южное царство. В исторических книгах Библии зачастую племена называются по имени – Ефрем, Вениамин, Иуда, Моносия и так далее. А все вместе они обозначаются как колено Израиля. Однако в данном псалме они называются коленами Господнями. Такое выражение, которое использует краткую форму имени Господа, подчеркивает, что при всем их разнообразии, традиций и напряженности отношений между племенами, они имеют единство, которое выходит за пределы их родовых отличий. Их единство заключается в общей преданности Господу. И это закон, которому все они призваны следовать. «Национальный подъем и воодушевление за свой народ находит отражение в том, что вместо фразы «закон Господень» автор псалма употребляет выражение «закон для Израиля». В соответствующей рукописи из Кумрана в этом месте стоит фраза «община Израиля», что в контексте псалма кажется более логичным. Однако современные переводы следуют за масоретским текстом, где вместо «общины» указано слово «закон». В книге «Второзаконие» действительно имеется закон, требующий, чтобы весь мужской пол приходил на поклонение Господу три раза в год в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. «Второзаконие» не уточняет, куда именно должен приходить народ с дарами Господу. Но ко времени написания псалма таким избранным местом считался единственный и неповторимый Сион. Я уже упомянул рукопись из Кумрана, где в четвертом стихе вместо понятия «закон» стоит «община Израиля». Давайте попробуем прочитать, как бы это было по кумранской рукописи. «Куда восходит колено, колени Господни, община Израилева, славить имя Господа». Ну, логично звучит. То есть это слово, оно вполне здесь стоит разумнее. Тогда даже параллелизм видится. «Колено, колено, колено, община, община славить». Как есть слово «Иерусалим» перекликается с миром, шаломом, Ярушалаем, шалом — это тоже как это «Иерусалим», салим, шалом, мир и так далее. Поэтому возможно, что изначально в древних рукописях было понятие «община». Но в масорецких рукописях стоит «закон», и возможно, что слово «закон» было некой интерпретацией по закону Господню. Но эта интерпретация имеет свои основания, потому что действительно было предписание, требующее три раза в год приходить на праздник. Но это тот случай, когда мы не знаем, что было в прототексте. Конечно, это несущественная деталь, но может нам говорить о том, что рукописи имели некое движение. Мы хотим все увидеть тот текст, который с неба к нам спустился. Мы же говорим, что это текст богодухновенный. И у нас наступает когнитивный диссонанс, когда мы сталкиваемся с текстологической традицией, говорящей о том, что были разночтения. То есть рукописи переписывались, обновлялись, в них вставлялись какие-то комментарии. И поэтому мы сейчас в XXI веке исследуем священное писание, в том числе как литературный памятник, редакция которого происходила под тем же принципом, что и иная литература, под тем же самым законам. Потому что люди, которые редактировали эти тексты, они были частью той культуры и той образовательной системы, в которой воспитывались. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть какие-то псалмы ранние и поздние, псалмы, которые являются интерпретацией более древних псалмов, или псалмы, которые пересказывают идеи прошлых псалмов, как, например, 18-й, 118-й псалмы, 118-й, развивают идею 18-й. Вот в этом нет ничего удивительного. Но упоминаемый сейчас 121-й псалом, он тем характерен, что по своему языку он напоминает нам более древние гимны, еще допленные. И поэтому этот сборник из 15-й псалмов он не установлен в порядке их появления в истории, а в порядке полезности их употребления за богослужением. Кстати, именно эти три псалма более всего соответствуют идее паломничества, особенно вот этот третий псалом. Вполне возможно, что именно от него весь сборник он стал называться таким паломническими гимнами. Потому что в следующих псалмах из группы песен восхождения там меньше этих будет следов каких-либо связанных с паломничеством. Там не будет никаких указаний. И отсюда создается впечатление, что их вставили, потому что они одинаковые по размеру, там количество стихов одинаково, одинаково их пели. То есть их добавили в этот сборник по другим каким-то критериям, а не по содержательным. Повторюсь, первые три псалма, особенно третий, он по содержательной части более всего подходит под паломничество, под приход в храм, под воспевание чего-либо в храме, под воспевание идеи самого храма. Перед вами изображение храма, реконструированное. На этом изображении изображена вся храмовая платформа и, собственно, храм. За территорией храма, который как бы возвышаясь над городом, справа виднеется крепость Антония. За территорией храма мы здесь практически не видим, у явских ворот слева, то есть в верхнем левом углу дворец Ирода, справа и слева дома граждан. Плотность застройки тогдашнего Иерусалима, судя по тому, что Псалом говорит о том, что он собран воедино, может быть, напоминает теперешний старый город, где дома приклеены друг к другу, а улицы являются путями сообщения по всем вопросам и средствам транспортировки товаров, они же и рынок. В древности вдоль улиц, поскольку не было подземных труб, могли по канавкам течь помои. То есть это все. Это и водосточная труба, это и место для телег, транспорта, и на этих же улицах могли быть встречи друзей, совещания, потому что внутренние дворики маленькие. Сказать, что архитектура современного Иерусалима напоминает древний, очень трудно, потому что город был разрушен несколько раз, в чем-то, может быть, плоские крыши напоминают нам о древних временах, но сохранившихся построек немного. Скорее, жалкая горстка руин сохранилась от древнего Иерусалима, и поэтому то, что мы видим сейчас, это все новые постройки, они не идентичны. Некоторые исследователи полагают, что Иерусалим мог вмещать на праздник более тысячи человек. Так, у Иосифа Флавия в одном из мест, который описывает богослужения уже перед Иудейской войной, то есть в 60-е годы, описывается жертвоприношение, за которым были принесены или приведены 250 тысяч агнцев. Если учитывать, что агнец обычно приготовляется на Пасху для семьи, то есть это 4 человека минимум, а если семья бедная, то могло быть несколько семей за одним столом. Вот как у Иисуса Христа было 12 учеников за одним столом, и по сути дела это была семейная трапеза, в которой роль отца семейства выполнял сам Христос. Так вот, значит, минимум тысяча человек, если верить словам Иосифа Флавия, если они не преувеличены. То есть перед нами мегаполис, но поскольку, в отличие от города Рим, в Иерусалиме не было многоэтажных построек, но там они были, дома богатых граждан, сейчас они раскапываются в один подземный этаж, два надземных, максимум три надземных этажа, но в Риме-то были постройки еще повыше. Поэтому мы можем предположить, что в основном застройка была одноэтажная или двухэтажная, но просто жили очень плотно, так сказать, было тесновато в городе, тесновато. Поэтому многие селились в окрестности Херусалима, могли выходить на ночь куда-нибудь в Гефсиманский сад, но чтобы хоть немножко продышаться свежим воздухом после городской тесноты. Поэтому, если говорить о плотности застройки, некоторые кварталы раскопаны, перекопаны, но мне трудно сказать, что мы можем говорить о том, что любые реконструкции, включая ту, которая на экране, они отражают реальность первого века, гипотетически отражают. Кстати, вот если вы смотрите на изображение, если смотрите на изображение, то вы видите слева так называемый портик Соломона, такая длинная крытая галерея, напоминающая античные портики в Афинах. И там чаще всего сидели учителя, там 12-летний отрок Иисус, вероятнее всего, беседовал с иудейскими учителями, там же Христос учил своих учеников. А дальше перед нами внутренний двор, который тоже делится на две части, так называемый двор женщины, двор Израиля. И вот большая-большая площадь, посередине которой здесь незаметное изображение, проходила еще линия, за которую не имели права переходить язычники. Вот скорее всего, когда Христос изгоняет торгующих из храма, речь идет об этой площади. А с чем это было связано? Минимум пять входов-выходов идентифицируют археологи сейчас на Храмовой горе. Один вход, здесь он представлен в виде двух таких башен по краям и дверей, которые выходят прямо к долине Кедронской. Вот такой, золотые ворота, сейчас они замурованы. Один вход с этой стороны, два сбоку, там даже три фактически, и два еще с одного бока. Ну и были такие рабочие врата для прогона скота с северной части храмовой платформы. И следовательно, если учитывать, что город был перегружен, и в самом городе там негде было упасть яблоку, и поэтому для того, чтобы сократить расстояние, местные жители могли из одних ворот храмовой платформы перебегать к другим, перемещаясь по площади самой храмовой платформы. Отсюда и указание Евангелия, что Христос запрещал что-либо проносить мимо. Так вот, его этот запрет, он может быть связан с вполне понятными ситуациями, которые подтверждаются археологией. В силу густоты населения из-за пружности улиц жители пытались сократить расстояние и время, перенося какие-то товары через площадь храмовой платформы, через свободное пространство. Ну и также они там могли устроить торговлю опциями, валами, голубями и совершать обмен денег. А собственно храм он находится внутри, он небольшой по отношению к храму и платформе, если говорить о том готовы или можем ли мы увидеть, то площадь теперешней храмовой платформы она практически совпадает с площадью храма Ирода Великого. Другое дело, что вот этого места не осталось и камня на камне, осталось в лучшем случае три уровня камней у стены плача. Все, что выше этого третьего уровня, то есть это уже не иродианская кладка, это уже все поздняя застройка и перестройка. Ну и остались следы ступенек со стороны мусорных ворот въезда на теперешнюю территорию, это там, где в основном мусульмане поднимаются к своей мечети Алякса. За мечетью вы увидите небольшой археологический парк, где у заморованного входа остались ступеньки. Часть этих ступенек аутентична, и вполне возможно, что именно эти ступеньки существовали в первом веке, поскольку они самые широкие и рассчитаны на простое население, отсюда следует вывод, что скорее всего святое семейство, включая Иосифа и Марию, они поднимались в храм по этим ступенькам. Фраза «престолость суда» указывает на то, что Иерусалим был столицей государства, где цари или князья Израиля сидели на своих престолах, чтобы судить людей. Судить значит править справедливо или отправлять правосудие. Дом Давида указывает на династию потомков царя Давида. Действительно Соломон, как потомок Давида, в своем дворце оборудовал тронный зал с престолом, с которого он судил, приходящее к нему подданное государство. Царь принимал решение единолично по всем внутригосударственным и внешнеполитическим вопросам. При нем не было Верховного Суда для приема апелляций. Упоминание имени Давида в тексте Псалма видимо повлияло на последующее появление слова Давид в надписании Псалма. В шестом седьмом стихах автор просит читателей помолиться за мир в Иерусалиме и тут же приводит образец молитвы, поясняя тем самым. А что должно стоять в центре просьбы? Мир и благополучие. Молитву за мир в Иерусалиме можно понимать по-разному. Как мир по отношению к внешним врагам или как мир по отношению к самим израильским коленам. В устах пророка Иеремии просьба о мире Иерусалиму звучит как традиционное приветствие. Кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Вот такой же традиции входя в дом приветствовать собравшихся пожеланиям мира свидетельствует и Евангелие. Входя в дом приветствуйте его хозяина говоря мир дому сему. Пожелание мира в данном псалме выглядит как весьма искренняя молитва. Она обращена к любящим святой град людям. Они желают мир тому городу чье имя служит указателем на святой мир. Однокоренные слова благоденствовать и благоденствие можно понимать как быть в мире в безопасности пребывать в состоянии покоя. Русское слово благоденствие на языке оригинала имеет ту же основу что и слово мир. В иностранных переводах благоденствия чаще всего понимается как процветание. В этом случае подчеркиваются не только благоприятные условия для развития общества, но и наглядный результат увеличения благосостояния граждан. В седьмом стихе употребляется многозначное слово, которое можно перевести как стены, точнее пространство между внутренними и внешними крепостными укреплениями башни или даже дворцей. За словом чертоги стоит указание на палаты царя или на богатые дома знатных вельмож. Вместо пары слов стены и чертоги греческие переводчики употребили пару слов со значением силы и укрепленные дома. Если сравнить языковые версии, создаются впечатление, что в еврейском тексте 7 стиха делается акцент на стенах и башнях единого города, а в греческом тексте на многочисленные крепости с пребывающими там вооруженными силами. В 8 стихе упоминаются братья и ближние, которые проживают в Иерусалиме. Ради них и ради храма псалмопевец желает мира городу и молится за его процветание. Мир в Иерусалиме важен для псалмопевца не потому, что это столица страны, а потому, что там расположен земной дом Господа. Вот почему он пришел в город не как турист, а как паломник. Автор псалма любит храм Господень, самого Бога, и поэтому молится, чтобы Бог сделал Иерусалим процветающим. Похожий образ Дома Господня мы встречаем и в Откровении Иоанна Богослова, но там речь идет о небесном Иерусалиме, который весь подобен храму, скинии Бога с человеками, потому что там Бог словно обитает среди людей. Есть люди, которые склонны думать, что акцент на Иерусалиме в данном псалме является признаком национального самосознания одного народа. Приглашение к паломничеству на Сион для пророка Ветхого Завета распространяется не только на еврейскую нацию, но и на многие народы, которые должны получить там от него наставление. Как сказано в книге пророка Исаии, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и потекут к ней все народы и скажут «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стызям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Слова пророка Исаии мы можем воспринимать двояко. С одной стороны, в христианском мировоззрении речь идет о том, что будет некая гора Дома Господня, которая будет поставлена выше всех гор. И, следовательно, здесь есть некое предуказание на то, что спасение всему миру придет откуда с Сиона. так оно и получается, что спаситель мира Иисус Христос, проливший свою кровь на Голгофе, крест был установлен как раз фактически на горе Сион, он приносит тем самым Сиона спасение всему миру. Но я обратил внимание на эту цитату в ветхозаветном контексте, так сказать, пытаясь полемизировать с узконациональным самосознанием, что, мол, раз речь идет о коленах, значит, колено только Израиля. И, следовательно, Бог — это наш израильский Бог, а все остальные постольку поскольку. то есть, Израиль для Бога и Бог для Израиля, а все остальные — это люди второго сорта иного рода, и они максимум, что могут приходить к Израилю поучиться, но никогда не станут равноправными. Но у пороков, в частности, у Михея тоже, мы встретим приглашение для всех народов прийти в храм. Тогда возникает закономерный вопрос. Прийти в храм — это лишь только посозерцать со стороны на стену плача, дойти до определенного порога, а потом дальше скажет тебе «все, стоп, дальше только для евреев». Или в древности не было этой перегородки, о которой мы встречаем слова уже в книге «Деяний» в отношении полемики с Тимофеем, которого Павел вел на храмовую платформу. Не исключено, что никаких таких перегородок для приходящих от других народов в израильский храм в древности не было. И пожертвовать для совершения жертвоприношения какое-то животное в храме мог и не еврей. И таким образом он мог поучаствовать в акте прославления Творца, не будущий евреем. Ну, а потом иудаизм поставил жесткие критерии. Первое – обрезание, как необходимое и важнейшее условие, ну и там серии других. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok